Ни для кого, наверное, не секрет, что в жанре хоррор в игровой индустрии доминируют всякие ужастики, где приходится постоянно бегать и догонять. А неотъемлемыми элементами игры стали ужасающие до потери пульса кат-сцены, прятки под кроватью, кровь, кишки и сексуальное насилие с мужиками в главной роли. Уже все чаще мы видим то, что любой хоррор строится вокруг лишь этих элементов геймплея. Но иногда совсем мельком проскакивают уникальные игрушки, которые не следуют современным уловкам в хоррорах, а идут своим ходом. На этот раз уникальной игрой стала Stasis, и именно о ней мы сейчас поговорим. С вами вновь крупный игровой портал Game Awards. Приятного вам просмотра! Честно говоря, в последнее время погодка у меня была не очень. Поэтому под мрачный дождь и грязь под окнами я решил поиграть в хоррор Stasis, которым довольны уже многие игроки. Игру разрабатывала команда Brotherhood совместно с командой Diddle Entertainment. И она представляет собой научно-фантастический хоррор, причем в изометрическом исполнении. История крутится вокруг несчастного мужика, который каким-то чудом смог уцелеть на космическом корыте. Конечно, все не так просто. Его никто не собирается спасать. Ему непонятно, что за хуйня тут творится, и ему непонятно, где его семья. Известно лишь то, что необходимо спасаться, потому что лежащие повсюду трупы никак не внушают доверие безопасности. Ну а пока главный герой спасается, мы за экраном будем выяснять, что же на самом деле тут происходит. И как тут оказался наш бедолага, которому предстоит повидать еще многое дерьмо на этом судне. Начинается игра словно в фильме. Ближайший пример фильм Пандорум. Вы просыпаетесь на темном и мрачном судне. Пробуждение далось далеко нелегко. Везде грязь, плешь, говно и кровь. После стазиса всегда тяжело. Так что главный герой сразу же попадает на пол и словно наркоман начинает ползать по полу и ловить сказочных единорогов. Система жизнеобеспечения говорит о том, что на вас напали гопники. Забрали ваш кошелек, поломали вам все кости за то, что вы переспали с девчонкой Васьки. Поэтому состояние ваше критическое. Голова зудит словно после жестокого бухача. Толком вспомнить нечего и не получается. И при этом вокруг ни одной живой души. Мрачно, правда? С первых же минут игра задает правильную атмосферу. Главный герой болен. Он очень слаб. Ему хочется жрать. У него не стоит. И он хочет найти свою семью. При этом вокруг один холод и тишина. И только пятна крови говорят о том, что все-таки тут кто-то был. А может даже все еще и есть. Первые заметки толком ничего не проясняют. Да, и наличие того, что вы находите по мере прохождения, ничего хорошего не сулит. При этом постепенно игра каждого ломает. И заставляет привыкать к механике игры. Тыкать курсорчиком, читать газетки на туалете и изучать все вокруг. Посетив первое место, а это лазарет, приключение нашего больного друга набирает обороты. При этом атмосфера никуда не девается. А все больше накаляет ситуацию. И все же к полному одиночеству тяжело привыкнуть. Я каждую минуту ждал того, что какой-нибудь озлобленный хуй выпрыгнет на меня из-за угла и откусит мне руку. Вечно что-то мерещилось и я постоянно присматривался в темноту. Но игра вела себя как сука и постоянно выдерживала паузу до одного определенного момента. Попутно подкидывая задачки разной степени сложности. Постепенно я пробирался все дальше и дальше по космической посудине. Попутно прислушиваясь к каждому шороху. И кстати, звук в игре просто шикарен. Крики, скрипы, шорохи, удары, трах за стеной. Все выполнено на высшем уровне. Именно звуки заставляют вас встать со стула и посмотреть на то, какую вы лужу сделали уже под ногами. Лично мне бы хотелось увидеть игру не в изометрии. К примеру, от той же пенубры мое очко сжималось до самых удивительных размеров. И это не говоря о том, что мы скоро уже увидим игру Сома. Но да ладно, сейчас же мы бродим по засранному космическому кораблю и внимательно изучаем документы. Атмосфера игры держит вас крепко за яйца на протяжении всей игры. Вы постоянно находите какие-то писюльки тех, кто тут был. Писюльки всяких экспериментов и трупы. Конечно, трупы. Через буквально 2-3 часа игры, когда ваше состояние убаюхали, игра приносит неожиданные повороты. Когда вы окончательно расслабитесь, игра начнет только показывать вам истинное лицо. В такие моменты, ваше очко рвут на счастье, а вы слезно орете, потому что знаете тайну этого места. И что тут происходило? И даже не учитывая того, что стазис напрягает именно своей атмосферой, то есть этой немодной и крутой экшен, где вам приходилось убегать от чудовищ, чтобы аж пятки сверкали, прятаться в шкафчиках и читать отчинаж, игра все равно напрягает. Я очень переживал за то, что изометрический хоррор, откровенно говоря, окажется дерьмом. Но нет, геймплей, конечно, современным меркам никак не соответствует. Да и под хоррор он не сильно подходит, если его сравнивать с современными играми. Но в качестве атмосферной фантастической игры он смотрится просто великолепно. Игра способна создать какой-то мимолетный эффект страха, который ждет вас дальше. Сюжет же, в конце концов, оказался не таким, каким я его себе представил в своей больной голове. Так что это сильно огорчило. Тема, раскрытая в сюжете, уже была истоптана просто вдоль и поперек. И это, наверное, самый большой и единственный недостаток игры. Конечно, некоторые моменты меня удивляли, но не более. За героя переживать толком не удается, за остальных людей тоже. Цепляла там парочка деталей в истории сюжета, но опять-таки не слишком сильно. В основном, во всем виновата изометрия. Потому что после того, что встречаешь в остальных хоррорах, тут как-то не очень. Блуждая по умершему судну, создают атмосферу безвыходности. Где понимаешь, что тебе *** и тебе не выбраться. Качественная музыка лишь усиливает нагнетающие ощущения. А жуткие послеигровые ощущения не дают спокойно потом зайти и посмотреть порнуху. И не потому, что недавно заблокировали еще 11 порно-сайтов. А потому, что то, что творилось на этом жутком судне, невозможно забыть. В итоге, стазис, выражаясь современным языком, не такая. Поэтому пройтись по топовым местам в жанре ей никак не удастся. Но авторы этой игры и не старались достигнуть таких высот. Они наоборот пытались сдать игрокам то, чего остальные не могут себе позволить. Атмосферу, историю, где вам необходимо думать больше своей головой, а не яйцами. Иметь более расчетливый разум, а не рефлексы за мышкой и клавиатурой. Конечно, эта игра подойдет не каждому. Нельзя сказать, что игра оказалась плохой. Но и сказать, что она действительно крутая, также нельзя. Игра больше подойдет тем, кто любит живую и душесчипательную атмосферу. А на этом все. С вами был крупный игровой портал Game Awards. Сладкого вам криасна и хорошего пробуждения. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте оставлять свои комментарии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!